Сейчас, пять секундочек прям. Не подготовил. Смотри. Кто вы такой? Меня зовут Тимофей. Я вас в интернете нашел в ютубе. Так, а где вы живете? В Тольятти. Так, повторите. В Тольятти. В Тольятти. Да, мы были. Так, а как вы нашли, куда заходите? Где вам, кто пароль дал? Да вы вконтакте ко мне добавились. Я сначала вам писал про Стерлигову, там все, про ереси вот эти всякие. Ну, может, помните меня. Ну, а потом я стал смотреть ваше видео и понял, что это все заблуждение, то, что Герман говорит. Кроме Герману никого нет. По его понятиям вообще ни православных, ни католиков не говорим. Он один. И он ссылается на кого-то епископа, которого никому не говорит. Он просто играет. У него никакой веры нет. Ну, в целом, да. Но, как бы, я все равно уважаю хороший человек. Много хорошего делают. Хороший человек. Есть такой фильм «Бегство из ада». И он говорит, хороший человек, а тот из ада говорит, у нас тут много хороших. Да. Кому-то скажите, что Ленин плохой был. Они не поверят. Гитлера колонизировали. Икона Гитлера в Латвии. Да, это вообще. Я удивляюсь людям, сколько вот они, вот эти Ленин и Сталина, сделали, ну, тратистом для русских. Так, подождите, минутку, минутку. Так, вы сейчас заново войдите. Сейчас мне надо закрыть свои эти все. Подожди-ка. Я сейчас закрою. Тут у меня дождиков. Пока все это... Так. Не надо все это убрать. А что надо? Ставить. Так, вы слышите, нет? Нет. Так, говорите. Вот. В общем, у меня три вопроса. Давайте. Обязанности мужчины перед семьей. Ну, то, что Господь указал. Ты главай, держи это. Не будь подкаблощником. Работай, корми, будь благовестником. И жену доведи до царства небесное. Ты водитель, ты голова. И прямо указывал сравнение. Как церковь и ко Христу, так жена к мужу. Это образ данным. И этот образ мы должны все время показывать. Угу. Спасли. Вы православным себя считаете? Да. Поэтому разговоров никаких не должно быть. Вот сейчас начинают каноны, несвоевременные. Я могу указать, что в каком году посты возникли. Все. Они не евангельские у нас посты. Но я православный, и вопрос снять с повестки. Я обязан все исполнять, что предписали святые отцы. Всех канонов. Одного. Ага. А тогда какие посты? Получается, среда, пятница, Великий пост, Петров пост. Какие еще? Успенский пост и Рождественский. И еще там на воздвижение Честного Житворящего Креста и усекновение главы Иоанна Крестителя. Вот. То есть все, что в календаре указано, мы должны соблюдать. Мне неудобно с постами. Я начальник детского лагеря. У меня приезжают дети. Ну, свой лагерь-то при деревне. И у нас там все есть. И молоко, и сливки. Но я не могу до 12 июля детям дать. Иные уезжают через месяц и даже не покушали. Я православный. Заранее предупреждаю. Я согласен, если был бы канон, собор, собрались и убрали посты, кроме Великого и Среды и Пятницы. Но я православный. Поэтому в какие дни разрешается растительное масло, мы смотрим календарь. Не разрешается, у нас даже вопросов не возникает. Я православный. В это слово включается все, что заповедовали святые отцы. Посещение храма, литургии, причащение. То есть все. Без остатка. Понял, понял. Как найти свой дар в работе? Так, повторите. Как найти свой дар в работе? Дар в работе, который найти? Какой дар? Выбор специальности. Выбор специальности? Ну, я для вас не могу сказать, как вот. У меня выбирать не приходилось. Большая бедность. Куда меня нужда толкала, я туда шел. А так как я уже тогда молился, у меня избрание Божие в детстве было. Я Богу доверился. Я экзамены сдал в сельскохозяйственный институт. А вот на квартире был, и есть-то нечего. Хозяйка за водой, я ведра выхватил и побежал. Бывает она помидор даст или что-то. У нас 10 человек в семье, 10 детей было. Отец инвалид войны без руки. Мы должны были расти как-то. И там одна говорит, а вот мой сын в строительный техникум. Сколько учиться-то? Два с половиной года. А мне пять. Я мгновенно забрал документы из сельскохозяйственного института и строительный техникум. И я получился строитель. Это механизационный отдел. Отдел механизации. Я не пожалел. Это был для меня хлеб. Сельскохозяйственный работник, я бы в городе не мог жить, ничем бы не пропитался. А здесь я на расхват. Главное это печник. Я 40 лет делал печи. Я профессиональный строитель, у меня всегда все было. А так как в работе неукротимы, у меня всегда выработка была 280-300 процентов. У меня были очень большие деньги. И поэтому деньги, они шли все на дело Божие. Я и не избирал работу. Она сама подъехала ко мне. Никому советовать не могу. Я реставратор, переплетчик. Это тоже деньги. Но это между делом, когда в свободные часы. Но, допустим, я повторю. Я начальник детского лагеря. И в это время, вот дети, мы пошли на малину. Я сказал, кружку всем набрать, с молоком будем вечером есть. Дети подходят и говорят, а Кирилл он не берет? В кружку он в рот берет? Я говорю, подождите, а там лесополосы, широко рассыпался детский лагерь-то. Я сам подойду потихоньку. Я между пустами подошел. Он ягодку берет, цветы Божие. Ягодку возьмет, цветы крепкие. Я вернулся, ребята, не трожьте. Он работает. Он работает. Мы должны увидеть в ребенке, это если дети где-то рядом, его наклонность. К чему он расположен, каким размышлениям, что считает. И посодействует этому. Но это уже класс. Ты уже действительно педагог будешь здесь. А для себя, у меня нужда. Я никогда не знал, что один я буду программистом, другой начинает я летчиком. Не знаю я этого. Мне не дано это. У меня нужда. Да. Давыд родился в такой семье. И он пастухом. Почему? А больше ничего нету. Его обстоятельства заставляли. Он пастушок на весь мир известный. А гусли играл. Это его хобби. Он составлял гусли, пел. Был хороший. Ну, составил псалтырь. Так что на этот вопрос я отвечаю так. Смотри сам по нужде. А так, что я не могу без этой работы жить, мне надо. Ну, пойди попробуй. Там, может, по-другому все будет. Угу. Все, понял. Так, третий вопрос. Вот я читал каноны, но я что-то так и не понял вот насчет определения ереси. Что это такое вообще? Ну, по большому окончательному счету это то, что шесть вселенских соборов. Это учение о Святой Троице. Бог Отец, равен Богу Сыну, равен Богу Духу Святому. И сие три стуть едино. Вы приняли это? Вот теперь за это держитесь. Это шесть вселенских соборов. Седьмой это иконоборческая была. Это отдельный разговор уже. Это запредельно далекий для многих людей. Шесть. Вот, допустим, говорят, православие. В чем она заключается? Молитва. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне и пресная, и во веки вековая мель. Вдумайся в это, тебе хватит работать. Я вот все годы вел занятия в университетах. И я объяснял полтора года одну молитву Царю Небесному Утешителю. А другие все записывали. И нигде повторов не было. Царю Небесному Утешителю Души Истины. И же везде сын вся исполняет сокровища благих жизнеподателю. Приди и вселися вны и очисти ны от всяких скверных. Спаси блажей души нашим. Все. Я полтора года вступительное к урокам делал. А это минут 15. Сколько мне заложено. И поэтому должна быть своя молитва, своими словами. Но в то же время не отрицай то, что составили святые отцы. Утренние и вечерние молитвы. Вдумайся, можешь ли ты сказать, что твои молитвы возвышеннее будут. Ересь, она более мелкая бывает. Ересь. Вот говорят, анафема что такое. Из анафем их четыре. Они сдвигаются на две. Это ложное отношение ко Христу, не любовь. И не любовь к Святой Библии. Придет то ангел с неба, не то будет говорить анафема. Так вот эти анафемы в первую очередь падают на православных. На нас грешных. У нас ни Христа не знают, ни Библию не учат. И поэтому нам со словом еретик нужно быть очень осторожными. Потому что мы туда как раз и попадаем. Вот люди крестятся. Ну, старобряцы. Знаете, вот двое перси. Два перси. Два перси. Да, да, да. Я тоже так крещусь. Ну, у нас так мы с детства приучили. Ну, другие трои перси. Во всем этом элемент ереси. Почему? Потому что на кресте умирал человек, а не Бог. Божество беспристрастно. Бестрастно. Вот как Златоуст говорит. А это означает, троица. Троица на кресте не умирала. Это просто не понимает. И объяснение неправильное. Вот во освещение головы, во освещение чрева или сердца. Причем чрева, когда-то Голгофский крест. Во всем прикосновении должен быть Голгофский крест. Сошествие Христа. А как тогда двумя или тремя? Не двумя, не тремя. Но я двумя молился и налагал. Правильно, это у Христа было пять ран. Пять ран молятся католики. Вот у них правильно. Абсолютно правильно. Но я не католик и так молиться не буду. Но я знаю. Знаю, что они правы. Поэтому, разговаривая с католиком, я никогда не буду ему доказывать, что двух святой исходит из сына. Как они, филиоков называются. Почему? Половина святых отцов так и понимали. Я не скажу, что Григорий Ницкий, брат Василия Великого, понимал неправильно. Почему? А это не наше. Это слишком высоко. Об этом говорит Блаженный Августин и Ироним Стридонский. Надо в простоте верить. Нам Святая Православная Церковь указала вот эти каноны. Мы в них вошли. И будем благодарны. Тут поприще бесконечное. Я нигде ничего не изобретаю. У него учения начинают на меня, у меня нет учения. Я просто считаю святых отцов каноны и стараюсь их притворять в жизни. Я практик, не теоретик. А если, допустим, церковь не соблюдает каноны, тогда как это можно называть? А церковь на уровне церковного сознания, это никогда не было, чтобы отвергать. Это так привыкли они. А, ну, типа, ну просто привычка вот такая вот и все. Я канонами, канонами, соборами занимался три года. Делал переводы, симфонии составлял. И нахожу 719 правил, ныне осталось действующих. Из них 413 ежедневно, целенаправленно, умышленно нарушаются в храмах Московской Патриархии. Да и в других не лучше. Ну, а вот у старообрядцев, например? Ну, у старообрядцев что, допустим? Какие там правила, отдельные батареи, я это не знаю. Но, в общем, это то же самое. А у заграничной? Одинаково. Я был за границей, и подробности все знают. И вот сейчас у меня вначале просить, там, которые занимаются отделом кокетизации, там, Московской Патриархии, в каком соборе, какие правила, и какие сегодня нарушаются. Ну, я выдал им эти. Это очень трудная работа была. Каждое правило, его надо было соединить, посмотреть в жизни, как оно было. И хотя бы сказать, когда отступили. А РПЦЗ? Я про них и говорю, мы к ней относимся. Да, они одинаковые. Я когда был в Нью-Йорке у них, в Синодии, я сказал, вы ничем не отличаетесь. Одинаково. Потому что они по рождению это. Когда стали говорить, скажите, вот у вас здесь сохранилось православие дореволюционное? О, да, это у них коронный вопрос. У вас все такое же, да. А вот теперь второе. Вот вы и погубили ту Россию, которую любите, ностальгируйте по ней. Это вы до этого довели? Ни царь, никто Бога не знали. Евангелие прятали. В 1878 году, только, в 1876 году, только Библию перевели на русский язык. 800 лет в руки Библию не давали. Я много лет искал ответ. Почему? И оказывается, митрополит там говорит, этот, был филарет, что если людям дать Библию, будет царная революция. Люди увидят, что они туда идут. Совершенно не то. Они крещены. Сегодня все семь тайнц нарушаются. Ну, хорошо, я узнал, а что? У нас нигде не нарушается ни одно правило. Мы приложили громаднейшие усилия. У нас ни одно правило не нарушается. К нам приезжают архимандриты, искусственно подыскиваются, а вот вы тоже нарушаете. А где? Ну, вот написано, что в баню не ходить с евреями. Я говорю, а я вообще в баню не хожу. С чужой сифилисом, зачем мне? А вот надо пойти, застан с собой, лопатка была, зарыть испражнение. Я говорю, а мы едем в дороге, у нас с собой лопатка. Да вы что? И они отстали. У нас нет нарушения. Нет. Ну, я тоже, да. Я спорил с одним товарищем над тем. Мы с ним разругались. Вот. А я потом понял, ну, то, что, как бы, ну, люди по-своему привыкли думать. Ну, и пускай так думают. Я, как бы, даже права не имею вмешиваться в их вот эти думы там. Ну, тем более написано же там в канонах то, что мирянин не должен обучать слову и закону. Ну, я точно не помню, какое правило именно цифра. Да. А что оно говорит? Вот, допустим, мы собираемся у нас с богослужением. Священника нет. Я не говорю проповедь. Я, когда кончилось собрание в трапезной, мы столы опрокинули, это не в храме. А за храмом никому запрета нет, а в церкви написано. Но епископ меня специально рукоположил в щитеца, чтобы я при нем мог говорить проповеди. Это такое было в церкви. Такое в истории церкви было, что, ну, зная данный талант, и архиереи приезжали и говорили, рукоположите специально, чтобы можно было послушать. Я говорю проповеди тысячи проповедей в храмах. В разных храмах. Я щитец рукоположенный. С правом произносить проповедь в любом храме и при патриархе. А для других, которые не знают, ну, он мирянин, и, значит, ему нельзя, пусть и не лезет. Но пусть он везде ведет. Я во всех отделах милиции вел занятия, предприятиях, заводах, воинских частях, школах, университетах, везде. Там ограничений нет. Почему? Деяния апостолов, 8 глава, 4 стих. Рассеившиеся ходили и благовествовали. Все до единого. Даже малые дети. Житие святого Кириака. Я сейчас вот заканчиваю серии «Житие святых во свете Библии». Мы уже перешли 70 роликов. Будет примерно 84. Ну, вы прям работаете очень активно. Я смотрю на Ютубе. Прям каждый день ролики, 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 ролики. Ну, никак по-другому нельзя. Потому что вот Володя снимает, это у нас тоже будет ролик. Но он уезжает сейчас в деревню. Он заначальника лагеря. Я подготавливаюсь к такой длительной поездке. Вы знаете это? Ну, слышал, да. Слышали. Мы идем через Грецию до Португалии. Дальше визу сейчас открываем в Англию. Всю Скандинавию проходим, Прибалтику и уходим на север России. Вчера смотрел ролик на Russia Today. Там говорят то, что мусульмане скоро будут основной религией в Великобритании. Может быть и так. Через два года. Может быть и так. Ну, по-человечески, что они говорят. Пока Хрущев говорил, в 80-м году покажу последнего папа по телевизору. Его нету, а папы остались. Так что эти аналитики, они рассчитывают на себя и смотрят, как у них кривая синусоида идет. А у Бога свое. Внезапно сметают все. Цунами, ничего нет. Чистое место. Вот и решайте, сколько тут населения. А там ни одного нету. Да. Никто не знает, что будет дальше. И дарю полный комплект своих книг. 38 книг. Встречаемся с русской диаспорой. Выступаем где в храмах, где как. Даем знать, что Слово Божие живо и действенно. А как помолиться? Я просто не умею. О чем? Ну, молиться не умею. Ну, как не умеешь? Вот только спросил, уже умеешь. Уже у вас в вопросах ваших вы уже показываете себя, что знаете, о чем молиться. Я вам сказал, а вы на молитву ставите и скажите, Господи, вот мне сказали так, а правильно или неправильно? По Слову это или по Твоему Слову? То есть, чтобы Господь указал вам места Библии. Бог говорит через Святую Библию, других источников нет. Вот и все. Вы знаете, о чем молиться? Чтобы Господь сохранил нас в Святой Православной Вере. Вот выступает Олег Стеняев, знаете, слышали? Олег Стеняев, ну, слышал, но я не слушал его вот так вот. На Андрея Кураева слышали? На Кураев, да, знакомый вроде. На блог захожу. Вот он выступает где-то в университете, я не знаю где. Это ролик стоит. И задает вопрос, кто сегодня самый выдающийся миссионер России, современный. Ну, кто не знает, кто это. А он называет меня, Игнатий Лапкер, живет в Барнауле. Откуда он взял это? Ну, он у меня приезжал, книги брал. Он здесь был, вот я где сижу, а тут он был, в здании где-то. Он так считает. Олег Стеняев, это самый лучший миссионер России. И он меня считает наиболее активным, продуктивным, результативным и прочее. Я ничего этого не знаю за собой. Я просто молюсь, прошу Бога благословения и прошу этот день прожить радостно, интересно, прославляя Бога. Аминь. Спасибо вам, Игнатий. Храни вас Господь. До свидания. До свидания. До свидания. Продолжаем записывать ролики, остатки. Так, следите за нами. И мы сейчас знаем, что сегодня у нас крещение было, ребенка, будет крещение Агафьи стоять. Примерно через два часа будет уже стоять ролик. Посмотрите, как у нас было. Приезжает брат сюда, мой родной брат. Он на пять лет моложе меня, брат отец Аким, протеерей. И как было крещение. Ну и остальное оно так, собрание, что. С собой мы берем ноутбук, за нами следят, говорят, чтобы мы из дороги давали какие-то репортажи. Но это очень трудно, только раз в неделю. Потому что энергии не хватает, заказчикам много времени требует, а нам не до этого. Вот мы когда были позапрошлым годом в Владивостоке были, ехали туда, и находка. Мы у нас всегда было одинаково. Останавливались в десять часов, в десять вечера. Трогались с места в два часа ночи. Все время. Представьте, какой график. Когда отъезжаем от заправки, кто там деньги добирает, он уже на ходу садился. Уже запрыгал, уже машина идет. У нас даже минуты не было. Но мы что хотели, сделали намного больше. Господь благословил. Мы за два года прошли переработку. А вот работа? 80 тысяч километров. Два раза земной шар по экватору обогнули каждый год. Своя российская машина-газелька. Ну это вообще фантастика, Игнатий. Просто вообще нереально. С божьей помощью, мне кажется, такое нельзя сделать. Я в Mail.ru, если вы в Mail.ru зайдете на меня, тут бы было лучше. Я в контакт не выхожу. Ваши все это переносят модераторы наши. Они на меня перекидывают, на наш форум. А просто смотрите форум, Игнатий Лапкин, по-русски в Google или в Яндекс, и сразу найдете. Там все. Игнатий, а работа может подразделяться на богоугодную или не богоугодную? Да, это решительно надо... Ну, например, газеты. Да? Ну, например, вот объявления есть в газете. Например, на пивзавод там эти бочки с пивом. Не ходи. Мне кажется, это не богоугодная работа. Не богоугодная. У нас один устроился, его тут архиерей за штат вывел, он священник-то. А он электриком, там вообще не касается, уйти. И он ушел сразу. У меня такой вопрос никогда не возникал. Никогда. То есть это невозможно. Мне направили, сказали новый пропуск, большая фотография. Я говорю, а почему так? Ну, вот эта работа такая. А я спросил, а что за завод? Военный завод. А уже запустили туда. Это последний раз. Я разошел и не работал, и вышел. Я не военный, против войны, и работать там не буду. На войну я пойду только вытаскивать раненых и рыть окопы. Другого нет. Хотя бы я и погиб. Там, за ближнюю положить душу. Вот не положено там. Разная абортария, с наркотиками связана. Даже на карамельную фабрику не пойду, они вредные. Ну, тут уже маленько головой надо соображать. Господь поможет. Вот, не греховно. И нужно все время помнить, что вот благословение тебе надо. Ну, как без благословения? Первое, самое первое. Никогда не проклиnai евреев. Вот запомни это раз и навсегда. А почему? Зачем чамкать? Господь сказал, проклинающий вас будет проклят. Так они ограбили Россию. Ты думай, как хочешь, но не проклинают. Проси, Господи, хорошо бы, если они нас не грабили. Обрати их, чтобы они стали христианами. Ты молись за них. Дай им благословение. Да какой народ, такая власть, вот и все. Да. Ну, я говорю, а последнее, это десятина. Сколько бы ты ни заработал, десятую часть отнеси священнику. Где исповедуешься. Ты будешь благословен. Вот люди трясутся прямо. Это жадность. Разные доказательства. Было в Ветхом Завете. Чего обманываешь себя в Ветхом Завете? Тавита 1.8 говорит. Три десятины. Три. А в Новом Завете они отдавали все, к ногам апостолов продавали. Поревнуй об этом. Я говорю о себе, что у меня вопрос никогда этот не возникал. Я только услышал десятина. У меня сразу в голове мелькнуло. Я хочу быть с Богом. Я решил с первого дня отдавать буду девять десятин. Девять. Сто рублей заработал, девяносто отдам на дело Божие. Пятьдесят лет прожил так. Я просто хвалюсь моим Господом. Он мне это положил. А разве может быть? Две-три работы всегда держал. Сколько вам лет уже? Семьдесят четыре. Семьдесят пять скоро будет. Ага. А я себя в свой возраст не могу никак затолкать. Я все время с молодежью. Я возраст вообще не чувствую. Я еще ни одной таблетки не съел. Ну вы из загорода, наверное, часто ездите. Там тоже что-то работаете, да? Вот зимой никуда не выезжаю. Летом, да. А вот эти годы я томлюсь в машине. Это десятки тысяч километров. Какие встречи с людьми. У меня-то еще со слухом тут. Я сейчас новый аппарат дали. Ну, для меня как раз. Я даже... Дай мне зрение. Вот зрение плохо, допустим, глаз. Я книги-то набирал сам. Версткой сам занимался. Тридцать тысяч часов провел за компьютером. Тысяч. За не полных девять лет. Ну, это какие глаза-то должны быть? Я благодарю Бога за то, что есть. Сердце наполни благодарностью. Молитва трех ступеней. Первая просительная. Дай, помоги, избавь, содействуй. Вторая благодарю. В одном слове. Благодарю за все. И третье это ангельское словословие. Мне ничего не надо. Я только славлю. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Аллилуйя. Надо на третью ступень стремиться подниматься. А эта жизнь кончится, как одно мгновение. Промалькнет и не заметишь. Надо жить интересно. В бедности. Я прошу каждый день. Господи, научи жить в бедности. Научи жить. Никогда не роптать. Чтобы быть благочестивым и довольным. Понял. Давайте еще спрошу вас. Как звать? Тимофей. 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 А фамилия? Чекулаев. Хотя я, может, не запомню. Так, вы заходите на наш форум. На сайте были у нас? Да, все было. Спасибо. Там 50 книг насчитано моим голосом. Это Бибра, Затаул, Жития Святых. О, точно. Напомнили. У вас нельзя скачивать с сайта. Почему? Не работает. Знаете что? Это что-то они перетаскивают с места на место. И вот сейчас я вот сейчас сойду, посмотрю прямо вот это. Посмотрите. Вот которые здесь есть, они мне с разных сторон пишут, все скачивают. Так, сейчас. Вы на сайте или на форуме? На сайте. Вот kristin.narod.ru Да. Нет, сейчас. Кристин1.narod.ru 1.1.Narod.ru, да? Да. Вот, звук и видео, да? Ну, там посмотрите где. Там звук и видео, туда зайдите. Вот. Все, не качается. Это... Уже неделю, Игнатий, неделю не качается. Они перенесли куда-то, Тимофей. Они с народ какой-то новый сервер сделали. Это третий раз они опять уже делают. Ну, не наша это вина. Тем более там работает модератор. Я вообще там еще не делаю. На торренты. На торренты попросите, чтобы загрузили. Перегрузку делать ей надо. Заново всю переработку. Не знаю, сделают ли это. Потому что кто этим занимается, у них девочка родилась сегодня. Крестили как раз это их дом. Посмотрите. Если вы зайдете, ну, на нашем ютубе канале, там, Крещение Агафьи называется. Просто берите Крещение Агафьи. Отошел, благодарю. Да, спасибо, до свидания. С Богом, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Бог так делает. Да, главное, с бородвой. Вопросы хорошие. Это мне подкрепление.